Самое синее в мире, Чёрное море моё, Чёрное море моё. Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся! Девчонки, привет! У нас сегодня будет жарко, обещаю, потому что в гостях крымчане. Но давайте посмотрим, кто за солнечную невесту нашу будет бороться. Преуспевающий Эрнест из Симферополя, перспективный Павел из Алушты и спортивный Игорь из Ялты. Но сначала давайте посмотрим на невесту. Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я приехала из прекрасного города, героя Севастополя. И на этой передаче я надеюсь встретить свою вторую половинку, которая зажжёт в моём сердце вечный огонь любви. И в этом поможет моя мама. Проходите, девочки! Юлия, 21 год. Родители её возлюбленного прочили сыну военную карьеру и настояли на том, чтобы он не тратил время на отношения. Юлия студентка Севастопольского национального института. Подрабатывает официанткой в ресторане, любит петь, танцевать сальсу и играть в русский бильярд. Предупреждает, что иногда бывает вредный и непруктуальный. Юлия никогда не станет встречаться с служивым, трусливым и жадным кавалером. Её избранник должен быть спортивным, успешным, немного строгим мужчиной с активной гражданской позицией. Мы приехали не с пустыми руками и хотим подарить вам немножко крымской атмосферы. А что это такое? Это называется наша крымская пахлава. Игорь, тебе нравится, Юля? Просто красавица. Это камни. Камни у нас с ласточкиного гнезда. То есть это действительно дикие камни, это не насыпная галька, это действительно природный камень. Вот чтобы можно было посмотреть. У меня как раз аквариум пустует. Представляешь, сколько? Да. Спасибо, родной. А они красивые, обратные. Представляешь, сколько энергетики в этих камнях? Смотрите, какие красивые. Ну и как же... Я несколько камней для нашей программы оставила. Вода морская нашего Чёрного моря. Боже, какая идея. Привезли, что-то оно для вас. Она сверху. Рапанчики. А это? Да. Ложим её рапаны, мои рапаны. И получат целый город. Ну, кульную всю киностудию. Юлечка, расскажите про жениха. У вас такая история. Я рыдала. Можно, конечно, начать с видеопрезентации, которую подготовили мои друзья. В Севастополе у меня живут мои близкие, любимые мне люди. Они всегда поддерживают меня. И поэтому мы подготовили... Переживали, что вас сюда отправляют одну? Конечно, переживали. Подготовили приветствие. А давайте посмотрим. В Севастополе. Приятные волнения. Привет, Первый канал. Меня зовут Настя. Сегодня в вашей программе «Давай поженимся» моя прекрасная и замечательная подруга Юля. Она моя одногруппница. Она замечательный человек, ответственный, веселый, отзывчивый. И сегодня ей предоставилась такая возможность, одна на миллион просто, оказаться в этом шоу. А это наш замечательный город Севастополь. И отсюда до Москвы рукой подать. Пусть Москва встречает Юлю с достоинством, дружелюбно, как у нас в Севастополе. Здравствуйте, меня зовут Василий Козловский. Я лучший друг Юли. Она очень добрая, хозяйственная, всегда жизнерадостная, всегда поможет, придет на помощь. Я ее очень сильно люблю. Жениху я в будущем очень сильно повезло. Здравствуйте, Первый канал. Я Соколовская Екатерина. Я хочу представить свою лучшую подругу. Я с ней с самого детства. Она очень творческий человек, очень вкусно готовит. И жена из нее будет вообще класс. И какому-то парню сегодня обязательно повезет. Юля, держим за тебя кулачки. Юля, тебе сегодня желает удачи весь российский Севастополь. Пусть тебе сегодня достанется самый лучший жених. Москва, привет! Послушайте, ну правда, энергетика необыкновенная. Это так чувствуется и все так передается. Потом ваши друзья все о вас рассказали. В общем-то даже уже и не нужно никаких вопросов задавать. Но давайте все-таки к женихам поближе. У меня, собственно, раньше не было таких вот, чтобы отношений, которые были бы серьезные, именно привели бы к семье. Последний молодой человек, с которым я была познакомилась, ему 25 лет, он служил во флоте, был штурманом. Довольно-таки познакомились интересно. То есть я пошла с друзьями в клуб. Мы увиделись, встретились глазами. А так как для меня ничего не стоит познакомиться с молодым человеком, я решила это... В каком смысле? Ну она коммуникабельная. Да. То есть вы сами подходите и говорите, привет, солдатика, или привет, матросик. Нет, нет, нет. Это... Нет, нет, нет. Если вы говорите, ничего сложного. Женщина – это хитрое существо. Какое? Очень хитрое существо. Знаю, я с такой работой сейчас лет. Очень. Глаза – это самый важный инструмент, которым пользуется любая женщина. Поэтому ждать, да, глаза делают все, и мужчина уже сам готов. Знает мужскую натуру, да? Ну а как вы глазами-то это делаете? Научите. Искра должна быть в глазах. В смысле? Как это? Так это... Юлечка, в общем, у вас начался роман с этим прекрасным моряком. Да, все было поэтапно. Что потом произошло? Что произошло? Такого, что даже мама звонила его семье. Произошло то, что у него появилась возможность работать в другом городе, в другом месте. Ну хорошо, Юлечка, вы могли за ним поехать? Я могла за ним поехать. Я ему говорила, что при желании любые отношения не строятся. Ну, независимо от расстояния. Любовь бывает неудобна, любовь бывает в разных городах, но это же не повод. А вы звонили родителям, чего вы хотели узнать-то? Я хотела, чтобы они пока как бы повлияли на него, чтобы он не уезжал, потому что у него перспектива, у него... Вообще у него все было бы в шоколаде, шикарно, да? Нет, вы когда позвонили, вы хотели какого... Чего хотели услышать от его родителей? Я хотела, чтобы родители не давили на него, узнать, во-первых, давят ли или не давят. И так как все-таки очень тяжело ему было на душе, он пережил очень многое, да? И как-то его поддержать. Я пыталась, чтобы родители оставили его в покое пока, дали ему немножечко самому решить, но не получилось. Просто наши отношения еще были не на таком уровне серьезном, чтобы какие-то вот шаги... Сколько вы с ним были вместе? Это буквально месяц, но просто за этот месяц уже зародились эти темные чувства. Ну так вам всего-то 21 год. Вы с какого? С 93-го? 92-го. 92-го. Зародились эти чувства, то есть вот эта вот искра пошла, все было поэтапно, мы встречались, гуляли, ходили в кино. Я думаю, родители сказали, у тебя еще этих Юлик будет море, подожди. Меня вот опять смущает, что только вот она как бы рассталась недавно. Дорогая моя, я смотрю, вы тоже так в зависимости от мамы, да? Я пока что, да, мы живем вместе, поэтому дальнейшая еще судьба в плане карьеры, она не устроена. Сколько еще учиться осталось? Последние, вот я сейчас заканчиваю магистратуру. И будет специальность? Финансы и кредит, финансист. То, что вы сегодня подрабатываете официанткой в ресторане, это хорошо. Весь мир, по сути, работает, это хорошая практика, учит коммуникации с людьми. Конечно. Во-первых. Да, и летом, когда наступает такое время, естественно, сезон, почему бы не поработать? А в плане именно основной карьеры, которая дальнейшая будет, она будет. Видно то, что она склонна больше к семейному какому-то образу жизни, да? Какого вы хотите мужа? В первую очередь. Вот какая в вашем представлении должна быть идеальная семья? Потому что когда вот мы с Ларисочкой, с вашей мамой были молодые, ну, не приветствовали все эти сожительства, да? Нужно было выходить замуж один раз и навсегда. В общем-то. Вообще-то, да. Сожительства я тоже не приветствую. То есть, если у вас завяжутся отношения, то все должно быть серьезно, под венец. Женский век, он короткий, поэтому сначала ты здесь потратишь время, потом еще. Вот девушки мечтают, вот там, романтические отношения в течение двух недель, месяца, они хотят уже выйти замуж. Для меня главное, какой человек внутренний. И что он вообще из себя представляет? А что представляет-то, что у него должно быть-то? Ну, материальное, это, конечно, хорошо, но это не главное. Вот давайте, девчонки, материальное в вашем представлении и в нашем, по московским меркам, это две большие разницы. Поэтому конкретно. Хорошо. Москвички избалованные такие, девочки, которые приезжают в Москву, они тоже хотят всего и сразу. Поэтому давайте покажем, какие еще остались у нас девчонки в России. Остались. Деньги не главное. Деньги счастья не купят. То есть можно, пускай будет у него съемная квартира. Да какая разница? Главное стремление. Главное цель. Если я вижу эту цель в его глазах. А цель какая должна быть? Какую рассматриваем? Цель карьера. Это семья. Это то, что он говорит, я хочу обеспечить свою семью. Это мой долг, как по-мужски. Поэтому вот я вижу это желание. Хорошо, хорошо. Давайте так. Вот один будет творческий, прекрасный, но будет в сезон рисовать шаржи на набережной где-нибудь в Севастополе. Творческий. Вот он творческий будет рисовать. Каждый человек... Проходите, не проходите мимо и будет все эти рожицы. Понимаешь? Значит, он не стремится к высшему. Если его это... Нет, а он скажет, мне это устраивает. Причем не плавно, не рабатывает. Вот это его устраивает. Хорошо, поэтому я хочу от вас конкретики. Конкретики сказала, как Дарья Фаина Раневская. Она сказала так. Семья – это все. Так вот, человек, который прежде всего готов будет создать эту семью, он должен для себя решить, что для него главнее – семья или все. Вот если молодой человек решит, что для него семья – это главное, что дети – главное, и продолжение его тогда... Смотрите, у нас у русских огромный недостаток, большой. Мы душим своих, я не люблю это слово, половина, своих партнеров по жизни. Мужья душат жен, жены душат мужей, детей. Мы хотим для русских... Семья – это практически синоним тюрьма. То есть у тебя должны интересы совпадать с моими, у детей должны быть, как правило, интересы совпадать с нашими, с папой. Если мы хотим в поход с палатками, дети должны тащиться за нами. Мы своей любовью, как спруты, просто тем, как могли. Нет, это правда. Это правда. Мы на просьбу дать нам, так сказать, свою территорию, хотя бы, ну там, я не знаю, несколько часов в день, или разрешение два дня в году проводить отдельно от семьи, вы понимаете, как это так? Как ты спать хочешь в другой комнате? С чего это вдруг? Почему это ты вдруг решил отпуск проводить без меня? А ты как смотришь, кстати, на то, чтобы иногда отделяться, скажем, от семьи? Ну, личное пространство для тебя супер важно, или это как-то так? Семья, семья. Не сильно важно для меня лично. Но с друзьями ты можешь, в принципе, в бар сходить? Нет, это наше национальное. Это не плохо, не хорошо. Это так. Мы не даем свободы никому. Это вам так, может, кажется? Или все это окружает вас? А на самом деле бывает... Нет, даже и вы сейчас говорите о том, что для него должно быть семья все. Почему? Нет, это я сказала слова Фаины Раневской. Да бросьте, у Фаины Раневской, у которой никогда не было семьи, не могла сказать, семья это все. Ну, вообще, на самом деле... Для нее семья это был театр, а в семье у нее была собака по кличке Мальчик. Никакой семьи не было. Когда женщина начинает дышить мужчине... Хорошо. Вот давайте так. Вот вы встретите мужчину, вы его полюбите, он полюбит вас, но... Ну что, он будет рисовать шаржи на пляже? Да, потому что это мой выбор, мне нравится, свежий воздух. Все время разные люди, новые, мне это интересно. Более того, может быть, этот сезон будет кормить весь его год, как очень многие на курортах живут. Я думаю, что человек уже изначально, он многофункциональный, он может, если захочет, достичь высшей эпогеи своей жизни. А я знаю, допустим, у нас художник, который преподает, допустим, в школе, у которого есть определенные награды, у которого есть ученики, но тем не менее он рисует плакаты, ой, плакаты, портреты, и как бы неплохо на этом зарабатывает. Я хочу конкретно, какого вы хотите рядом с собой мужа, чтобы он был офисным работником, не знаю... Не обязательно офисным. Нет, это не обязательно. Ларина, бесполезно. Вы понимаете, были отношения, в которых ребята только-только начинали. Вот они закончили институт, они еще только вот, ну, определяются в своей жизни, кем он будет, да. Вот, и у него даже порой не хватало денег на проезд, вот скажу так. Но в этот момент я видела, он закончил юриста, и он сейчас начинает работать там, пытается проходить практику, я вижу это. То, что сейчас, пускай он только начинает, каждый человек с чего-то начинает. Все, я поняла, нужен мужчина со стабильной, престижной профессией, чтобы вы угорделись. С понятной траекторией в жизни. Ну, обеспечишь такую девушку замечательную, материально, сможешь потянуть. Мне что нравится, вы живете по тому принципу, про который мне бабушка говорила, говорит, хочешь жить легко, не усложняй, а упрощай себе жизнь, в общем-то. В принципе, правильно, пришли за обычным, простым, про олигархов не говорите, потому что это не для вас. Нет, я даже скажу и вообще как-то не очень-то, потому что у людей богатых, у них уже сбит происходит, говоря. Ну, вот я говорю, поэтому от добра-добра не ищем. Не надо. Три кандидата у нас есть. Берем одного, ну, ну, кого, как бы, как говорится, вы там, это вас туркнет. И прямо по плану идем. Сегодня забираем, через год свадьба, как раз институт закончите. Да, но уже заканчивайте институт. Дети, все нормально, поэтому сегодня без мужа не уйдем. Было бы хорошо. Вы молодец. Василиса, этот год вам дан для того, чтобы изменить что-то в себе, изменить в своем целеполагании. Мне кажется, что вам сегодня нужно на мальчиков смотреть, на мужчин, не только как на потенциальных женихов сразу, а пытаться их увидеть именно в их мужском естестве. Потому что вам сейчас очень важно будет сделать выбор и немножко в сторону отойти от тех мыслей, которые вкладывает в голову мама. Это действительно так. Поэтому не спешите замуж, говорю абсолютно уверенно. Просто приглядывайтесь, в конце концов, просто общаться с мужчинами, даже если не жениться или не выходить замуж завтра, это тоже большое удовольствие. Поэтому уже через несколько минут наша невеста познакомится с первым мужчиной. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Юля. Встречайте первого жениха. Привет, Юля. Я сюда приехал за тобой. Хочу забывать тебя в столицу, в Симферополь, в Севастополь. Я надеюсь, что ты выигрыш именно меня сегодня. Рада встрече. Привет. Рада встреча. Ищет любовь без купюр. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Эрнест. Здравствуйте, Эрнест. А откуда ты к нам с гостинцами, я смотрю? Я с солнечного Крыма к вам приехал. А из какого города? Симферополя, со столицы. О, действительно, столичный парень. Да, столичный парень. Угощайте. Или это не нас? Это у вас, это у вас. Давай, сынок, я тебя бумагу. Давай. Давайте, это у вас. А, давай. Какие красивые подарки. Это у вас. Давай, 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 хватай, быстренько. АПЛОДИСМЕНТЫ И это все ваше производство, да? Это все наше производство, все крымское, все серое, все натуральное. Ой, как здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Да я не сомневаюсь, ни одной секунды. Спасибо, Роза. Ага. А черный ты такой, ты что, из наших, что ли? Из наших, из наших. Что ты говоришь, крымские, да? Поэтому вы и сияете, как новый российский рубль. Вам в оборот, да, сейчас их пустили? Да. Да, пустили рубль, мы очень рады этому, в принципе. Вы крымский татарин? Да. Вот как выглядят крымские татары. А я думала, как бабаи. АПЛОДИСМЕНТЫ Попахи из кобли. Плохо, давай, стула. Да. Ну, красавец. Плохо вы нас думали. А мамка, что скажете, если русскую привезете? Она ничего не скажет. Мама любой выбор мой поддержит. Да, я помню, у Эрнеста мамы очень приятная, гостеприимная. Всегда с теплотой. Ну, вы другие совсем, русские. Да, крымские татары. У нас есть разница. Да, казанские, горько вскрым. А язык ближе к нам. А что, крымские? Я понимаю, но говорю плохо. Ага, ну что я сказала-то? Еще раз, можно. Татарщай сюлисинг мэ? По-татарски говоришь. Правильно, ну, понимает. Битана, она, Арнапчик, кирек Мельхаза, кирек Мельхаза. Нет, 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 нет. Я сама не понимаю, что я сказала. Чего, чего? Господи, какие вы татари. Ладно. Эрнест. Да-да. Значит, первый вопрос мы решили, что вы привезете вот такую блондинку в семью. Да, забираюсь. И ничего мамочка не скажет. Ничего не скажет. Хорошо. А что у вас там с девушкой-то произошло, в которой вы влюбились, в корыстную? Это была девушка. Русская татарка? Русская, у меня все девушки русские были, в принципе. Потому что, если бы с татаркой такое произошло, я бы не удивилась. Роза говорит, что татарки корыстные. И бедной не нужен татарской барышне. Да, о чем это? Даже не рассматривают. Ну, а как получилось, что она у вас большую сумму денег? Ну, мы вообще с ней друзья с детства были. Вот, когда поступали в ВУЗ совместно с переживаниями этими, вступительные экзамены. А какой ВУЗ и с ней секрет? Академия Ярослава Мудрого, юридическая. Ух ты! Это то, о чем мы говорили. Да. И вот вы с ней поступаете, у вас занят в этом романе. Завязались отношения, там, искра, то, что переживали вместе, поддерживали друг друга. Она меня, я и ее, и начали встречаться, в принципе. И встречались мы с ней год, жили вместе, так вот, желали. Подживали, это, конечно, не сказано. А у нас это можно сказать. Подживали, это можно. Ну, с родителями познакомили ее, со своими, да? Ну, с мамой знакомил. И вот, через какое-то время она что, прямо говорит, дай Эрнест мне денег или что? Не, она вообще любила, ну, как любила. Вымогала, можно даже так сказать. Как-то. Выпрашивала. А вы ей не сказали, что я всего лишь студент, я где тебя возьму? Ну, я подрабатывал летом, зарабатывал. А потом как это? Что не сделаешь, водя любимая женщина? Она вознила деньги, просто стала сосать. А потом она начала вас уже разводить по-взрослому. Сказала, что у нее сестра болит. И попросила, можно сказать, попросила, намекнула, что ей нужно 800 долларов на лечение, потому что там что-то серьезное было. Какая уж сфу, какая гадость. А как потом выяснилось, что она ей не на лечение нужно? Она через три недели присылает смс-очку мне, что нам надо расстаться. Я есть такое недоумение, что случилось. Вроде все было хорошо, не ссорились. Спустя еще некоторое время пошел к маме ее спросить, ну, как сестра, что там с девушкой моей. А мама говорит, что все хорошо, она уехала со своим молодым человеком гулять отдыхать. Это попутно был уже молодой человек. Мерзкая змея, и пусть она катится со своими высшими знаниями. Отвратительно. Так жесть какая. Какой ужас, ничего святого. Была еще одна девушка, она училась со мной, ну, вместе учились в группе, ее потом позже к нам перевели, она мне сразу понравилась. И начал за ней ухаживать, завязались отношения. Она со своими друзьями познакомила, я со своими, и тоже встречались с ней. И она однажды говорит, что хочу встречать. И вот приходит домой, говорит, хочу Новый год встречать за границей. С родителями? Да, с родителями. В Таиланд на 10 дней отдыхать. Я говорю, ну, хочешь лететь, лети, ну, с родителями. Ну, конечно. Тем более, что это святое, как не отпустить. И улетела она, прилетела. Но все это время мы переписывались, она мне фотографии присылала. А потом встречаете ее вместе с мамой. Только мама бледная, а барышня загоревшая. Да. Еще меня смутило то, что она не хотела, чтобы ее в аэропорт проложал. Это был первый звоночек. Что же вы такой сладкий-то для этих обманщиц коварных? Не могу понять. Как ты прям, да, как не из ваших. Что же такое, да, Верчевый? Ну, будем считать, что вам всего 23 года, и вы так набирались в обык. Ну, опыта набираю, да. Мне кажется, что ему нужна как раз Юлия, потому что она ни в коем случае так бы не поступила. Мне кажется, она очень понимающая такая. Ну, что тогда, посмотрим на сюрприз? Давайте. Давайте. У меня есть две подводи, которые сейчас вам расскажут на видео, какой я есть человек на самом деле. Давайте посмотрим. Всем привет. Я подруга Эрнеста, и я хотела бы сказать спасибо передаче «Давай поженимся» за то, что они предоставили такой замечательный шанс ему найти свою любовь. Я его очень поддерживаю, и я считаю, что такой прекрасный человек должен найти свою вторую половинку. Всем привет. Я близкая подруга Эрнеста из Симферополя. Девушки Юлия очень повезет, если она выберет именно его, так как Эрнест очень добрый, милый, отзывчивый и искренний молодой человек. А я надеюсь, это не весь сюрприз? Нет, это просто видео. А-а-а, так у вас еще есть сюрприз? Юля, я хотел бы тебя пригласить прогуляться по награждам. Спасибо. А-а-а. 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 Там смотри, правда, как на море. Ой, Юля снялась немного. Спасибо. Вот и милоседка. Вообще не слышу. Я запомню. Как романтично. Мы вам завидуем, друзья мои. Мы хотим к вам туда. А-а-а. Спасибо. Спасибо, Эрнест. Спасибо, мой дорогой. Проходите в свою комнату. Спасибо. И вам спасибо большое. О-о-о, ну как тебе? Как впечатление? О, какая хорошая девушка, такая милая, очаровательная. Понравилась тебе? Да, очень. Мне кажется, ей тоже сюрприз очень понравился. Парень чудный, он в дальнейшем тоже пройдет время, он будет идеальным. Ему просто потом легче будет. Легче будет именно найти свою. У него этот год, год любви, страстей. Он обязательно влюбится, просто непременно в течение этого года. Так что, кто знает, вот вернется он сейчас в Симферополь, а там, может быть, кто-то его уже ждет. Мы уже ждем по нему, что он готов, его прямо распирает. Как он маме сказал, удачный. Видишь, они увидели какой-то перспективный. Поэтому, я думаю, у тебя есть все шансы. Здравствуйте, отношения у него увидели, вот, к жизни. Но у нас впереди еще два жениха. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Юля. Встречайте второго жениха. Привет, Юль. Прекрасно выглядишь, целеустремленно. Держи, это тебе. Спасибо большое. А это вот на память о нашей встрече. Думаю, вот так вот будет лучше. Ну, хорошо. Спасибо, проходите. Павел, 25 лет. Окончил магистратуру факультета финансы и кредит. Работает помощником депутата Валушки. Регулярно ходит в спортзал и пытается бросить курить. Мечтает о политической карьере и домике у моря. Планирует завести троих детей. Слишком большое количество красивых девушек стали главной причиной любовных неудач Павла. Надеется, что от Юлиной красоты он ослепнет. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Лариса. Можете уже кепочку снять. Конечно. Это что такое за подарки такие прекрасные? Это, вот, значит, маме я подготовил такой весенний. Ой, какая прелесть. Правильно, Паша. Вот угадали мы, что купили букет маме. Паш, а это вино? Нет, там не вино. Тебе покрасивше. А что это? Значит, это произведение, которому я в том числе руку свою... Приложил? Да, приложил. Ну, я сразу скажу, это все не я делал. А что это там внутри? Там ничего нет, это просто сосуд. Там джин, Лариса, там джин. Бутылки нельзя пустые дарить. Этому джину две тысячи лет. Не выпускайте, розы закрой. Я хотела водички налить. Не надо. Спасибо вам огромное. Да, похоже, Паша произвел впечатление на ведущих. У меня есть видео подготовлено. Можем видео посмотреть? Давайте. Давайте. Рекомендации моих друзей. Уважаемая передача, давай поженимся. Хочу передать большой теплый привет из Крыма, солнечного города Ялта. Ларисе Гузеевой, Розе Сибитовой, Василисе Володиной. Очень рада, что мой брат Паша участвует в вашей передаче. Очень сильно болею за него. Пашка, держись. У меня Паша самый добрый, обаятельный, отзывчивый. Занимается спортом. Работает на хорошей работе, умный. Поэтому я считаю, что это хорошая кандидатура. И Юле нужно выбрать именно Пашу. Привет всем из российского города Алушта. Мы рады, что теперь мы часть этой страны, как исторически и должно быть. Приятно, что наш друг Павел участвует в вашей телепередаче. Он самый достойный кандидат на победу, так как он у нас самый предприимчивый, целеустремленный, ответственный человек с активной жизненной позицией. Мне очень приятно иметь в друзьях такого человека, потому что он очень надежный. А надежный, что самое главное для девушки. Я желаю вам удачи, счастья. И самое главное, чтобы вы выбрали нашего парня, потому что он самый лучший. На Южном берегу не только парни достойные и красивые, но и девушки. Южнобережные девушки самые красивые, такие как мы. Мы, крымчане, дружный народ. И очень рады, что мы теперь вместе с Россией. Ура! Понимаю, в чем ваша трагедия, в чем ваша проблема. А в чем трагедия? Столько девушек вокруг. Как можно остановиться на одной? Паша. Сложности есть. Вот потому и привлекал своих коллег. Конечно. И не одного молодого человека, а одни девчонки. А вы ревнивая? Я ревнивая крайне в меру. То есть у меня нет проблем, нет болезней, как ревность. А вот я думаю, что такая болезнь, как постоянное глазение на девушек вокруг, должна быть. Потому что лето, юг, все практически в купальниках ходят. Я думаю, ну как вот мужчины шеи не свернут? Ну, это чисто представление женщины. Что раз девушек много в купальниках, значит шею можно свернуть. А были такие серьезные прямо вот отношения, долгосрочные? Вот самые длительные отношения были сколько? Сезонов? Один сезонов. Порядка года, значит, были у меня отношения с девушкой. Сколько вы же с ней времени пробыли, что поняли, что кроме дружеских отношений вас ничего больше не связывает? Мы порядка полгода жили вместе, да, значит, совместно. Ну и как-то я понял, что у нас наши отношения, искорка уже ушла-то, да, которая была изначальной. Мы уже более стали не то, что брат как с сестрой, но мне уже, извините, мне уже было не то, что некомфортно с ней спать, но это неправильно было. Мы с ней просто как бы поговорили, да, и друг друга в принципе поняли, да. Очень хитрый взгляд. Сразу видно, чиновник. Ты шо, привлеченный? Да, я бы такому не стала доверять. Расскажите мне, Паша, потому что вы влюбились уже в другое, правда? И вам хотелось быть с другой. Послушайте, вас никто не внеет, вы молодой человек, нельзя жениться во своей первой любви, нельзя, вы ничем не были обязаны, поэтому никто вас за это не будет сейчас журить. Я за то, чтобы молодые люди нагулялись, потому что только в таком состоянии нагулявшись, нужно и можно жениться и заводить детей. Главное правильно об этом сказать. Потом, в конце концов, ты девушку тоже никто на Аркане не вёл. Вот если сидит Юля при нас и говорит, для меня неприемлемы отношения до брака, никаких сожительств, никаких проживаний вместе, хочу повстречаться, а потом выйти замуж. Причём быстро. Правильно обозначила всё. Да. Да. А вот это пожить, это не её история. Ну как вы считаете, вы уже так нагулялись, нет? Вы знаете, можно сказать, да, но когда летом уходишь на набережную, девочки красивые идут, то одна, то вторая. Знаешь, человек имеет свойство срываться, тем не менее. Он на всю жизнь сохранит верность. Сколько волка не корми, всё равно в лес смотреть будет. Вам нужна жена. Это статусно, это правильно и это быстрая карьера. Поэтому... А время на жену-то найдётся? А это уже, знаете, жена пускай подстраивается. Как говорится, хотите, чтобы карьера была, а у него карьера, мама, не горюй, тогда подстраивай. Хорошо, а забывать не будет в промежутках своей карьеры, где-то позвонить, где-то напомнить о себе, своей жене. Главное желание. Будет время. В любом случае, я в шесть вечера буду дома и обнимать, и целовать свою девочку, и никуда этого не делится. А работа есть работа. А лучше есть раз-два детей, понимаешь? Трои, трои. Трои тоже хорошо. Чтобы у меня время далеко не забегать. Скажи, пожалуйста, мне, и чтобы мне очень нравится Юля, чтобы ей голову не морочить. Нагулялся Павел или нет? Вот есть в его звёздных такое понятие, как верность? Павел опасный ловелас. Однозначно. Близнецовская Венера, ничего мы с этим не сможем поделать. И жена должна быть готова к тому, что даже когда он женится, это с вами точно произойдёт. Что тур нужно будет делить. Нет, не совсем так. Это не обязательно физическая измена. Но Павел способен в интернете, я думаю, подолгу засиживаться. Я думаю, что с девушками он знакомится и хотя бы просто общаться никогда не перестанет. Если Юля готова действительно не страдать, не раздирать себе душу ревностью, тогда... Да нет, это не моя. Юлочка, как бабушка моя говорила, тебе всё равно ему приятно. И вот волнуйся с таким. Сиди дома, жди его. Правда ли он на работе задержался или где-то за купальниками на набережной бегает? Своей супруге, да, когда обижу себя определённой обязанностью, как мужа, изменять не буду, это точно. Но вопрос, когда я женюсь, это тоже... В Крыму же не случится глобальное похолодание. Как только придёт весна, и эти почки набухнут, и этот морской воздух, и это яркое солнце, и всё зацветёт. Да и не надо этого требовать вообще. Что ему делать несчастному? Ну, сжать и работать. Работать, работать, работать. Покажется сюрприз? Конечно, сегодня я для Юлии и для всех вас, значит, приготовил музыкальное исполнение. Значит, это мои друзья, я их попросил. Значит, они играют без инструментов. Давайте посмотрим, это необычно. И потанцуем. О, проходите тогда. Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 должна тоже. Все правильно, Алексей. Ну, несмотря на то, что вам очень понравился Паша, будем мы с третьим женихом знакомиться? Конечно, будем. Тогда проходите. Юлечка, здравствуй. Отлично выглядишь. Я, Игорь, приехал из Солочной Ялты, чтобы покорить твое сердце. Прими от меня этого дельфина. Спасибо. Надеюсь, мы вместе с тобой будем с дельфинами плавать в Черном море. А это тоже у меня тебе подарок, чтобы ты помнил наши встречи. Я думаю, она тебе тоже подойдет. Кафрашка. Спасибо большое. Спасибо. Пойдем. Спасибо, спасибо, Игоречек. Игорь, 25 лет. В прошлом сотрудник охраны. Сейчас временно не работает. Занимается ремонтом дома. Обожает спорт. Бегает по стадиону, ходит в качалку, висит на турниках и плавает в море. Предупреждает, что если очень много выпьет, то потом ничего не помнит. Мечтает иметь собственный дом в Ялте и большую семью. Любимая девушка Игоря вела моральный образ жизни. Надеется, что у Юлии хорошее воспитание и правильные жизненные принципы. Да, я смотрю, у вас там весело. Это для кого букетик-то? Букет я приготовил маме. Он практически свадебный вообще. Давай, давай. Свадебный, да? Нет, по ощущениям. Такой вот прям какой-то парадности букет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вместе, пожалуйста. Спасибо. Молодец. Красиво. Давай, давай. Чтоб мама была в восторге. Смотри, как понравились цветы. Положила аккуратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это у нас инжировое варенье. Попробуйте. Я думаю, вы оставитесь довольны. Давай. Спасибо. Для нас есть какое-то видеописьмо, да, друзей? Горячий. Да, я приехал с друзьями и с моей двоерудной сестрой, которая меня поддерживает. Остальные друзья, к сожалению, приехать не смогли, но они засняли видеоприветствие. Давайте посмотрим. Посмотрим. Здравствуйте, ведущие. Лариса, Роза, Василиса. Девочки, вы ведущие этой программы. Мы ее очень любим, смотрим. Мы рады, что ваша программа, русская, российская, она и наша тоже. Мы крымчане, мы тоже уже живем в России. Мила, я вас обожаю. Есть у меня очень хороший приятель, Игорь. Он классный, отзывчивый, добрый, суперсексуальный, хороший человек. Ну, Игорек у нас спасан отменный. Поесть, приготовит, посуду помоет. Мы довольны им. Друг отличный. Он же не холостой, обеспеченный, с чувством юмора и немного упитанный. Приятная улыбка, проникновенный взгляд. Глаза, 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 да. Глаза вот эти доверчивые глаза. Да и вообще, когда на человека посмотришь, просто сама статура горит сама за себя. Девчонки, приезжайте в Крым, приезжайте в Ялту, и мы сделаем такую классную свадьбу на пляже. Вот. Привет из Крыма. Расскажите, где вы встретились с аморальной барышней-то? Я вот, когда вернулся с армии, ну, пошел, устроился на работу, на пляже работал, в охране. Вот. И, ну, занимался спортом, потом пошел, возвращался домой вечером после работы и встретил свою старую знакомую. Вот. Мы ее уже 9 лет знакомы. Мы играли в бильярд однократно. Вот. В общем, я подарил ей куколку. Она говорит, вот у меня есть подружка, она, ей нравятся такие парни, как ты. То есть... Крепыши такие. Да. Вот. Поскольку у нее отец и дед занимались спортом, они говорили, что вот отец у нее мог пятерых сам побороть. То есть... И поэтому она дала, так сказать, начало нашим отношениям. Почему она гуляща-то была? Ну, потому что она тоже не воспитала отец, она выросла. Вот. И любит дискотеки, вот такой вот образ жизни, выпить каждый вечер. Я пытался ее отучить, ну, как говорят... Хорошо, хоть рядом с ней не спились. Я считаю, что молодым людям, если один из партнеров выпивает, нужно бежать от него. Потому что воспитывать должны родители, но точно не вы в вашем возрасте кого-то... Нельзя. Нет, нет, нет. У вас в вашей собственной жизни... Хорошо, что вы не тянулись рядом с ней, не стали выпивать. Ужас. А потом она перешла вообще к какому-то мужчине, у которого денег там... Дело в том, что у нее малообеспеченная семья, у нее два брата и сестренка. В общем, как только появился у нее обеспеченный, она сказала, мне нужно тащить своих братьев-сестер, поэтому извини, Игорь, да? Да, мне надо как-то развиваться самому, потому что я молодой, мне нужна какая-то перспектива в жизни. Правильно. Вот. А ей... То есть у нас разные цели в жизни, поэтому мы разошлись. Он хочет одну себе, постоянную найти, держаться за нее. Вот. Вместе как-то чего-то добиваться, разбиваться. Сейчас вы безработный? В данный момент я не работаю официально, потому что я занимаюсь дома ремонтом. А вы сейчас что ремонтируете? Своё или чему? Я живу отдельно от родителей, то есть вот этот дом, там живут у меня... Ну вот родовое гнездо. О, родовое гнездо, да. Вот и есть родовое гнездо. А я живу отдельно, у меня своя квартира, там же я сейчас и навожу, так сказать, порядки. Для них ведь даже не для будущей, да? Да, для совместного создания семьи. А квартирская комната? Ну, однокомнатная. Ну, тоже неплохо. Я думаю, что... Эрнест, это просто тебе не конкурент. Скажите, а дальнейшее вот как-то? Может быть, куда-то поступите учиться или всё на этом? Я, между прочим, привык работать с малых лет, потому что я тоже вырос без отца, я потерял его в пять лет. И я работаю со школьной скамьи, можно сказать. То есть работает всё. Вот я работаю сейчас всегда. Строительный сейчас ремонт делаешь. Да, я работаю строителем. Ну, в сезон я маклирую, занимаюсь недвижимостью. Ну, работы хватает. Я летом работаю на двух, на трёх работах. Я могу вам сказать, что Игорь, это не я тебе. Я сама вполне могу прочувствовать человека. Я... Вот если мне что-то не нравится, я об этом прямо сразу скажу. И я сразу вижу, вот, как он поступает, что он делает. И определяю, стоит ли мне, ну, как бы, уделять и тратить время своё на этого человека, чтобы в дальнейшем с ним что-то... Ну, вот пока вы определяетесь, стоит вам на Игоре тратить время своё молодое или нет. А мы посмотрим на сюрприз, правильно? Приготовили? Конечно. Показывай. Юлия, я знаю, что ты обожаешь петь. Хочу тебя пригласить спеть со мной песню «Дуэтом караоке». По зелёной глади моря, По равнине океана, Корабли и капитаны, Покорив простор широк. Море дайте, ля на мили, Жизнь дайте, ля на вахты, Держи кусок глаз на фраку в порт, В порт, в море, в море. Мир бездонный, Пены, шелест, Вон прибрежный, Над тобой стоют, как зори, Над тобой стоют, как зори, Нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Нашей юности Юности надежды. Нашей юности надежды. Спасибо, Игорючек. Проходите, дорогой Порадовали Молодец Роза, хороший парень? Хороший А я вот сегодня целый вечер Как бабушку вспоминаю Она говорила, хочешь сытых дней много счастливых Я вам про это говорила А хочешь счастливых вот с таким Игоречком Простой, хороший Теплый какой-то Я очень рекомендую И что вам это высшее образование его? Руки есть, собственно говоря, детей нарожайте Жить будете хорошо Он друзья какие-то Вот сразу видно, родственники Все прям за него Мишерозе понравился Все за нас Дело не в том, что сам по себе простой парень Дело в том, что в гороскопе есть черты Того, что ему придется активно бороться за жизнь всегда И в его случае Лучше выбирать себе простую физическую специальность Чтобы ты над жизнью бился физически Потому что в противном случае карьера складываться не будет Да, дорогая моя Вам выбирать Поэтому вы пока советуетесь с мамой А мы встретимся через несколько минут И узнаем, в какую из комнат пойдет наша невеста Оставайтесь с нами Лариса, кого советуете? Чудные ребята, конечно, все Ну кто? Кто? Кто рядом должен быть? Как думаете? Ну, я думаю, она уже... Это ж видно было по ней Кто? Второй Павел Да Роза Ой, опять бабушка вспомнила Она говорила, значит, так Вот жизнь быстро течет Кто не успевает, тот остается одиноким Так что все надо делать вовремя К окончании университета своего Или там где-то там учишься У тебя должен быть диплом и штамп в паспорте Ну и уже, как говорится, ребеночек не с горами Вот с кем быстрее, я считаю, что с Игоречком И штамп, и свадьба, и дети будут А с Пашей пойди, знай, когда там Нет, понятно, понятно Я думаю, что если вы пойдете к Паше То ваша связь с мамой И многочасовые плачи на груди у мамы Вам обеспечены в будущем То есть вы от мамы никуда не денетесь Ничего, Паша и с мамой найдет общий контакт Однозначно Конечно, вам понравился, Павел Потому что Телец, и у вас Марс в Тельце Это ваш сексуальный образ мужчины Поэтому вы здесь сидели, разумно рассуждали Думали о будущем Выставляли требования к жениху А в результате получается, что получается Вот понравился такой, какой должен был понравиться Поэтому подумайте, пожалуйста, еще секундочку А я хочу пока ответить на вопрос всем нашим зрителям Я сейчас вытащу одну карту Которая будет ответом на вопрос сразу для всех Поэтому я прошу всех, кто и в студии И всех, кто смотрит сейчас нашу программу Задать вопрос, пускай не жизненно важный Но из тех, что вас сейчас волнует Ой, давай Сконцентрируйтесь, пожалуйста На карте изображена немолодая женщина На которой сажает росточек возле ручья Это значит, что дело, про которое говорится Тот вопрос, который вы задумали Он далеко не сразу даст свои плоды Но через какое-то время даст обязательно Если вопрос о том, что недавно закончилось То совет семерки Любой семерки в любой колоде карт Думать стратегически, думать вперед И ориентироваться не на внешние цели А вот на то, что позовет внутреннее Видишь, потому что сделала выбор неправильный А если бы она выбрала Эрнеста Карта была бы благополучия Она полная чаша Ну что, проходите Проходите к своему, может быть, единственному на всю жизнь Мы вас в любом случае поддержим Наши будущие герои ждут ваших откликов Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Стивен, 42 года, номер 3420 Окончил институт Британской Колумбии 17 лет назад переехал из Канады в Россию И открыл сеть частных детских садов Путешествует по миру Занимается йогой и боксом Ищет стройную и легкую на подъем женщину С активной жизненной позицией Ксения, 21 год, номер 3421 Администратор в салоне красоты Обожает шопинг с подругами Коллекционирует плюшевых медведей Занимается йогой Хорошо готовит и любит наводить порядок в доме Познакомится с красивым, ухоженным и воспитанным парнем Мы не знаем, выйдет Юлия одна или с избранником Я приглашаю всех, выходите Давайте ее поддержим Батя, ну ты посмотри, кто... Привет! Я надеюсь, мы с тобой сдружимся? И не только сдружимся, и даже более, скажем так У нас есть пара Юлия и Павел И для них поет Ирина Нельсин и группа «Рефлекс» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Папе идти и вы вот так Бабуля заступалась, бабуля сразу звонила его родителям Вызывала их, они его забирали Щенок Да, он в истерике весь бился там, не знаю, на меня бил Щенок, бутылки Брав алкоголь, пакеты Голая жена на столе, а вы говорите, Зин, ты бы еще закурила Я встретил розу, она цвела, и аромата была полна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok